Макларен решил возродить историческое название для нового Спайдера из семейства Ultimate Series. Всего будет выпущено 399 таких машин. Спайдер сделан из купе Сенна, но кузовные панели из углепластика оригинальные. Так что технически Макларен Элва повторяет Сенну. А значит, 4-литровый битурбомотор, пусть и слегка форсированный, и 7-ступенчатый преселектив при заднем приводе остались неизменными. Этой модели принципиально не полагаются ни крыша, ни стекла. Как опцию можно заказать разве что лобовое стекло. Компакт-вен Mitsubishi Expander стал настоящим хитом на многих азиатских рынках. Но японская марка решила еще повысить градус интереса, выпустив внедорожную модификацию Cross. В список доработок вошли обязательное увеличение клиренса и установка высокопрофильных колес. На кузове появились накладки из черного пластика, а спереди Cross-версию выделяет оригинальная решетка радиатора. Приятными бонусами выступают светодиодные фары и рейлинги на крыше. Улучшена шумоизоляция. Но полный привод модели по-прежнему не положен. Так что к настоящим внедорожным подвигам Expander Cross инженеры не готовили. Японская компания Aspark показала предсерийный экземпляр гиперкара All. По версии создателей, революционная модель будет разгоняться до сотни меньше, чем за две секунды. Четыре электромотора суммарно выдают более двух тысяч лошадиных сил. Машина умеет увеличивать клиренс со спортивных 80 до рекордных по меркам класса 160 миллиметров. Каждый из 50 автомобилей планируют продать по цене около трех миллионов евро. Продолжение следует...